Девушки отдыхают Браво! Моё время! Итак, ваше предложение Как мы распорядимся Этими деньгами? Надо купить много-много всего Красивого! Два автомобиля, десять телефонов, кто платит? Наши премии на это не хватит Аттракционы Аттракционы Прожектора И музыка Найт, невозможно! Придется много платить За электричество Каждый день! Верно, верно! Для этого нужен постоянный доход А премии у нас только одна А давайте купим Белый рояль А чёрный уже сломался? Друг мой артистичный А как вы будете играть Сразу на двух роялях? Спрятать эти деньги И забыть, чтоб не мучиться Все деньги прятать, конечно, не надо Мы спрячем только часть На чёрный день А остальные Потратим на что-нибудь Нужное Приняция И полезная Самунья Может быть, всё-таки Карусели купим? На какие деньги? Премия не резиновая А вдруг тебе ещё разок премию дадут? Что значит вдруг? Такие премии раз в жизни дают Ничего-ничего, Ёжик Вот мы с тобой как натренируемся И тоже премию получим Для того, чтобы получить премию Надо больше трудиться И премию сразу Не всю сразу Раз-два, раз-два-три Друзья, рад сообщить Что многодневный труд Савуньи Увенчался, не побоюсь этого слова Грандиозным успехом Её торт официально признан Самым большим в мире И занесён в книгу Нелепых рекордов Хочется сказать Что это не только моя заслуга Но и наши общие Да А торт уже можно есть? Рекорд же засчитан? Конечно, можно Удастись, фантастично Интересно Здесь рыбный прослойка Вернее, подождите Что-то такое Огромный торт Мне кажется, очень хорошо Я жду, что доберусь Дорогроши, прослойка Аккуратней Я вообще очень люблю рыба Интересно, сколько мы Останье, пожалуйста Столько сладкого сразу Это же бредно Не можем же мы допустить Чтобы столько твоего труда Пропало даром Ну-ка, дружненько Действительно Не выкидывать же Ну, друзья С каждым разом у нас Получается Все лучше и лучше Послушайте Вы уже третий день И едите только этот торт О, а вот и наша Замечательная повариха-рекордсменка Поприветствуем Очень вкусно Так и тает во рту С каждым днем Все вкуснее и вкуснее Я хотела сказать Приятного аппетита Спасибо, спасибо Слава, спасибо Три дня не так уж и много А, скоро он все равно засохнет Давайте-давайте Поднажали Навалились Кстати, друзья мои жующие Они у кого случайно Зубы не болят? Не знаю У меня лично Ничего не болит Вот только все Чешется А мне С каждым днем двигаться Все ленивый И ленивый Не без этого, коллега Не без этого Хорошо еще, что не надо ничего готовить Хе-хе-хе Куда? Укуси меня, пчела! Где оно? Я должна была это сделать еще раньше! Посмотрите на себя! В кого вы превратились? Разве можно есть столько сладкого? Это же так вкусно! Все хорошо в меру! От переедания сладким болят зубы! Появляются прыщи и аллергия! Не говоря уже о полноте! Но мы хотим есть! Хотите есть? Ешьте фрукты и овощи! Они не менее вкусные, но при этом гораздо полезнее! Если вы не забыли, они растут на огороде! Да уж! Подзапустил я огородец-то! Ну-ка, дружненько подожали! Голод! Не тетка! Раз-два! Раз-два! Ну что? Как же мы могли забыть о такой замечательной вещи, как обыкновенная морковь! Все-таки интересно, а куда ты торт-то делала? Мне пришлось его утопить! Конечно, жаль было так расправляться со своим рекордом! В море? Да, именно там! Но я сделала это для вашего же... Куда же вы, друг наш торопливый? Не хотите же вы выловить его обратно? Да не! Вы только представьте, какая сейчас у моря рыбища будет! Здоровенная! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что? Ничего не забыли? Все равно больше ничего не влезет! Поехали быстрее! Ну, конечно же! Без детских кресел никуда не поедем! Вот это да! Ого! Сколько их, оказывается, разных бывает! Самое главное выбрать! Чур я сам выбираю! У меня будет самое крутое! Но... Это мы еще посмотрим! Ах! Ну-ну-ну! Их! Ах! 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 По-моему, сидеть на футбольном мяче как-то странно! Зато от моего кресла глаза не слезятся! Можете не спорить! Вы оба выбрали кресло неправильно! Что? Для перевозки детей до 12 лет нужны специальные удерживающие устройства! Как же выбрать подходящее автокресло? Очень просто! Все детские кресла делятся на три основных вида! Первый тип – кресло со столиком или с пятиточечным ремнем! Они подходят для детей от 9 месяцев до 3 лет! Такие устройства предотвратят сильную нагрузку на хрупкий позвоночник при резком торможении! Второй тип – кресло без столиков и без пятиточечного ремня! Они подходят детям от 3 до 7 лет весом до 25 килограммов! И третий тип – бустер! Сиденье без спинки! Подходит детям от 7 до 12 лет весом до 36 килограммов! Ребенок уже большой, но роста еще маловато, чтобы обойтись только ремнем безопасности! В бустере ребенок сидит выше и ремень проходит по плечу, а не паше! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Знаешь, а цветочки не так уж и раздражают! Твой бустер тоже ничего так! Ха-ха-ха! А может выберем сиденье, которое вам понравится? Ха-ха-ха! Только чур по правилам! Да! Если вы путешествуете с вашими птенчиками при заказе такси, обязательно выбирайте детский тариф! Там уже все типы кресел в наличии! Кресел! Ой, Бараш! Я уже своих ног не чувствую! Бараш! Бараш! Это еще что за игры на морозе? Ха-ха! Так же и простудиться недолго! Да вы же совсем замерзли! Если вы замерзли, первым делом надо расслабить все тело, унять дрожь и вырвать дыхание! Ха-ха-ха! Держать на морозе лучше носом! А теперь растираем ладони одна об другую и делаем энергичные махи руками! О! Руки расслаблены! Руки расслаблены, пальцы напряжены! Руки вытягиваем вдоль тела, пальцы растопыриваем! Плечи вверх-вниз, вверх-вниз! Согрелись? Не останавливаемся! За мной! Бегом! Не забываем дышать через нос! Еще чуть-чуть, и мы будем дома! Все! Не могу больше! Бросьте меня! Похоже, я пятачок заберз! Что это за упаднические настроения, а? Это все легко поправимо! Если замерзли щеки, нос или уши, растираем их до тех пор, пока не появится покалывание! Ой, у меня закололо! А у меня ладони согрелись! Когда руки согреются, их можно засунуть в подмышки! А ноги, их-то подмышки не засунешь! Зато можно шевелить пальцами ног! Танцевать! Приседать! Бегать на месте! Ну-ка, дружненько! Раз-два! Раз-два! Молодцы! Ну что, согрелись? Тогда за мной! Ну надо же, я даже не простыл! Возможности нашего организма бесконечны! В здоровом теле здоровый дух! А завтра еще и холодной водой будем обливаться! Прямо на улице! Кто бы мог подумать, что в этом сундуке столько... А это что? Ах, это! Это оракул! Чтобы предсказывать будущее! Очень скоро, может быть, тебя ждет... Что ждет-то? Большое богатство! Ну это я и сама знаю! Я ж теперь в пекарне работаю! Завтра мне за мою работу кучу денег заплатят! Сюда-сюда! Прямо и направо! А-а-а! А-а-а! Ладно! А-а-а! Почему такие неразумные траты? У меня завтра будет куча денег! Направо, направо! Хм! Завтра? Большое богатство Маловато будет Так, вот Самое то, что нужно Большое богатство меня заждалось Большое богатство Я приду за тобой Что же Теперь тебе ничего не стало Заплатят? Заплатят Потом Постепенно Когда мы новые деньги заработаем Ну, значит, всё не так страшно Потом Не значит никогда Да? А долги-то мне надо уже сегодня отдавать? Знала бы я, что так будет Не влезла бы в долги И не тратила бы последние деньги Зачем нужен твой оракул Если ничего толком предсказать не может? Ну, знаешь, Лера Свой бюджет Надо планировать безо всяких оракулов И не делать расходов, пока не убедилась, что всё в порядке с доходами А то Потратишь быстрее, чем разбогатеешь Спасибо, что предупредила Так-так-так-так-так-так Ух ты! Ёлки-иголки Так-так-так-так И что это у вас тут? Секретное общество, да? Да никакого секрета Мы состоим в клубе путешественников Ух ты! А можно и я буду состоять в этом клубе? Далёкие путешествия дорого, друг мой Надо платить большие взносы Каждый год Не вопрос Я как раз накопил денежек Вот и молодец, что накопил Пусть будут, на всякий случай Для постоянный расход Лучше деньги зарабатывать Зарабатывать? А как? Зарабатывать можно по-разному Я, например, вяжу носки на продажу Правда, они дешёвые Поэтому вязать надо постоянно Постоянно? Ну, это мне не подходит Лосяш! А ты сам-то выходи Ты не работаешь! Ошибаетесь, друг мой непроницательный Прямо сейчас я обдумываю статью Для научного журнала А вы мне мешаете А что, можно зарабатывать деньги Если просто писать журнал? Так и я могу! Да? А это вы прочли? А про это нас слышали? А так вы можете? А что, иначе никак? Я люблю делать механизмы Это есть мой удовольствие И мой заработок Хаба! О, голд! А вы не слышали? Говорят, со следующего года в клубе взносы повышают Нет проблем! Заработаем! Йоги-гоги! Ой! А кто хочет научиться плести корзины? Айда ко мне! Щелкунчик! Это просто ай-бай! После чего немедленно все перемешиваем и... Хм, хочешь научиться делать сапоги? Сапоги? Ёлки-иголки! Да это же то, что нужно! Попробуем? Ага! Сто лет носа жил гениальный сапожник Аккуратнее забивай Он обучил ремеслу своих сыновей Старший сын придумал этот станок Ого! Вот! Носи и на здоровье! Ой! А как носить-то? Они же оба правые! Ай! 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 Карыч, ёлки-иголки! Они оба какие-то левые! К сожалению, гениальный сапожник научил младшего сына делать только правый сапог А старшего только левый Старший сын пропал Младший сын пропал И теперь никто на свете не знает Как делать правый сапог Как вообще ходить-то? Кругом лыжи одни Вот и сапоги есть А носить невозможно Ага! Потому что они оба левые Не левые, а правые! А ну-ка покажи, покажи Это что же получается? Пара? Две пары! Ёлки-иголки! Наконец-то можно ходить нормально! Ага! Это мы здорово придумали! Поменяться! Представь, сколько ненужных вещей можно превратить в нужные Если просто меняться Как думаешь, рассказать Карычу и Савунье Про второй сапог? А? Ну как ты не понимаешь, Савунье Там же жизнь кипит А у нас тут А у нас тут чайник кипит Вода родниковая Малина С куста Да есть там все это Но главное Огни большого города Все рядом А жить-то Ты где будешь? В огромном доме? А тут у нас все рядом Просторы Тишь да благодать Да уж Как в болоте Бараш Рассуди нас Как ты думаешь Где лучше? В городской квартире Или в таком вот Сельском доме? Хорошенько подумай Ну Это как посмотреть Городская квартира Может быть достаточно большой Со всеми удобствами В городе, конечно Намного больше возможностей Учиться, работать Веселиться И все под рукой А рядом магазины Парикмахерские Да что угодно А если жить в своем доме За городом То добраться, например, до места работы Может быть намного сложнее И дольше С другой стороны В городе таких же жителей квартир Как ты сотни тысячи Машины кругом Суета Поэтому если для вас важнее всего Тишина Спокойствие Чистый воздух То жить в доме За городом Может быть И приятней Так что идеала Вообще нет И нет смысла Спорить Нет Так не пойдет Я тебя попросила Рассудить А ты что? Ну ясно же Что на природе Лучше В квартирах Все современное И удобное Да как же ты не поймешь Нюшенька Не в этом дело Главное Это Чистый воздух Главное понять Чего хотите Лично вы Круговорота событий В городе Пожалуйста Умиротворение В доме Добро пожаловать Есть ведь Много всего разного Согласны? Вот и отлично Так-так-так Плохое самочувствие Вялость Что ж Диагноз Очевиден Три основы Здорового образа жизни Это правильное питание Гигиена И спорт Ну-с Как у нас обстоят дела Со всем перечисленным Так мы Ничего не добьемся А ну-ка Так вот Из-за кого Все проблемы Из-за этого Обжоры Ой Фу А мне кажется Что все Как раз Из-за гриз Что? Да ты на себя Посмотри Хлюпель Прекратите немедленно Все трое Хороши Чтобы снова Стать здоровым Каждый Должен постараться Крош Обжора Должен перестать Есть Что попало Крошу Грязнули Следует позаботиться О гигиене А крошу Лентяю Нужно соблюдать режим И заняться спортом Чтобы быть бодрым И здоровым Каждый Должен победить Себя обжору Грязнулю И лентяя Ёлки-голки Ну ведь совсем же Другое дело Хе-хе Быть здоровым Здорово Все в порядке Именинница дома Ни о чем не подозревает Отлично Тогда друзья мои Начинаем А что готовим-то? Рецепты все у Савуни? Опа Да Об этом я не подумал Ни у кого случайно Кулинарная книжка Не завалялась? А что сразу я? То есть вкуснятины В смысле сюрприза Не будет Друзья Без паники Кажется Есть у меня Одна книжица Ага Он не то Вот Приготовим что-нибудь Из народной кухни У каждого народа Свои традиции И своя Национальная кухня Если народ живет У реки У озера Или моря В его блюдах Много рыбы Если рядом с лесом Грибные И ягодные Блюда Часто Народы Перенимают рецепты Друг у друга Добавляя при этом Что-то свое Сейчас и мы Что-нибудь свое Добавим Начинаем Готовить Общак Национальная кухня Помогает Познакомиться С народом И его традициями Буряты По традиции Готовят Буузы Пельмешки Башкиры Многослойный Пирог Называется Губадия Утмурты Пекут Перепечи А народы Ямао Обязательно Варят На зиму Морошковое Варенье Аккуратненько Здоровенько Вот Сюда Ой 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 Сюрприз Батюшка Это все для меня Мы вместе готовили Дружно, так сказать И есть будем Тоже дружненько Да у вас тут Настоящий фестиваль Получился И правда Фестиваль Фестиваль Дружбы Народов Ты зря сомневаешься Я тебе сейчас приведу На такую поляну Там такая земляника Ты такой никогда не ел И не поешь Если не будешь Перенимать опыт старших Да что ты там ищешь В этой своей Коробочке Где находится Земляничная поляна Вот Тебе это не пригодится Только будет отвлекать За мной О, добрый день, Савунья Не подержишь Коробочку? Добрый Коробочку? Пошли, пошли Не отставай Так вот, ежик Опыт Это самое главное Идем, идем Иду Думаешь Твоя коробочка Рассказала бы тебе Про все тропы Нет Тут нужен опыт От шаг влево Шаг вправо И Никто Кроме опытного Следопыта Тебе не расскажет Как должно звучать То самое Дерево От которого Надо отсчитать Нужное Количество Шагов Добрый день Вот видишь Раз, два, три Кочки Мы почти пришли А как же предыдущие Семьдесят три Нет, это были Не те Кочки Это где-то тут Где живет Старый Светлячок Нет Кажется Мы все-таки Заблудились Нет На месте Вон Светлячок Какой Упитанный Светлячок Вот вы где А я тут Землянички Нашла Как? Ну, может, мне Сами дали Коробочку Подержать Ну да Ну что ж Отличный день Прекрасная компания Земляника Собрана Можно и домой Я, кстати, там Прошивку обновила В целом Мало что поменялось Но Есть пара новых штук Девушка Я у тебя коробочку Отложу потом Ненадолго Ха?